В эфире ОУЮ РАДИО Пётр Олегович, у нас в гостях. Мы довольно часто начали разговаривать и решили поделиться нашими беседами в эфире. Поэтому любите нас, уважайте и готовьте вопросы на следующий. А сегодня у нас получилось, что друг к другу есть их прилично. Поэтому мы нашу с вами беседу давайте превратим в такое интеллектуальное шоу. Поэтому спасибо, что согласились. Выделили этот максимум час у нас будет. Спасибо за приглашение. Мне всегда с вами приятно общаться в эфире и вне эфиров. Так-так, вот и проверим. А то тут у меня есть вопросики. Так-так, давайте. Всё, я на этом моменте сейчас вопросики как раз перечёркиваю и иду к вопросам. Так. Вопросищем даже. У меня первый. Вы можете назвать три свои персональные ценности, которые ведут вас по жизни, поддерживают, возможно, в трудную минуту? Сразу так, глубоко, да? Ну, давайте, давайте попробуем. Три нужно. Хорошо. Я пишу. Ценность первая. Стремление к развитию. Я... Для меня это очень важно в первую очередь, но я также убеждён, что это важно для любой сферы жизни, для эволюции, да? И мне кажется, что когда эта ценность присутствует, ну, во всяком случае, я ей очень дорожу, и это реально то, что мной движет. Это вот постоянный поиск новых путей развития, личности, бизнеса, семейных отношений. Я хочу видеть постоянный прогресс. И это, пожалуй, основа вообще того, что мной движет по жизни. Вторая ценность. Здесь интересно. Я то, что вот проповедую, в кавычках, да, и то, к чему я хочу, чтобы менялся мир и экономика, это, назовём это, человечностью, да? И ценность, соответственно, тогда будет ориентированность на человеке. Тоже во всех процессах. В жизни, в бизнесе, в семье, в чём угодно. И мне очень нравится подход, когда ориентируется не на процессе, а на человеке. И по моему опыту тогда результат процесса будет лучше, если люди, с которыми ты взаимодействуешь, будут чувствовать, что они нужны, что ими дорожат, и что о них думают, и о них не забывают. И третье. Третье. Я назову интеграция. Или междисциплинарность. Мне кажется, что самые крутые результаты, в чём угодно, в науке, в том же бизнесе, опять возвращаемся к нему, и в развитии случаются тогда, когда соединяются разные сферы жизни, разные сферы исследований, разные люди начинают работать вместе. И это тоже моя ценность. Я стараюсь принимать участие в проектах, где есть разные подходы, разные мнения, разный опыт. И, да, пожалуй, вот с этих трёх начну. С третьих трёх начну. Тут за каждой из них стоит отдельная, хотел сказать, диссертация, ладно, статья в Википедии точно. Стремление к развитию. Тут у меня вопрос уточняющий. Как вычисляете, что развиваетесь, а не деградируете? Какой ТПА это там? Как это понять? Здесь очень легко. Можно просто откатываться, смотреть на прошлый опыт, на прошлые результаты. Я стараюсь фиксировать все свои, назовём их, достижения или результаты моей работы. Они либо написаны в книгах, в статьях, либо есть какие-то мои личные записи, либо есть результаты проектов. И, в конце концов, люди, которые со мной работали. И, возвращаясь к этому опыту, я отслеживаю, развиваюсь ли я сейчас. Мне кажется, довольно простой и действенный метод, как это можно увидеть и пощупать. Ну, всё равно, по количеству знаний вокруг определенного предмета, по количеству людей, которые сказали, да, спасибо, ты нам помог, был полезен, по количеству проектов, которые сделаны, по количеству денег, которые не принесли, вот всё-таки, как я пойму? Здесь, я понял, я понял ваше уточнение, здесь очень сложно какой-то общий знаменатель вывести. Здесь нужно уже брать конкретный тогда, конкретную сферу жизни, конкретный проект, если хотите, или конкретную мою там черту или мой навык, и потом уже отслеживать, как именно он развивается. Ну, давайте, для примера, возьмём там компетенцию мою как преподавателя, да, и здесь очень легко отследить, кому я преподавал 5 лет назад, сколько их было, кто эти люди были, какие-то были организации, с кем я сотрудничал, и то, что я делаю сейчас, например, да, и вот простая такая корреляция мне показывает, что да, наверное, развитие присутствует. И можно, на самом деле, разные индикаторы для себя находить, можно смотреть по количеству, можно следовать качество этих людей, с которыми ты взаимодействуешь, можно смотреть на масштаб проектов, которые ты делаешь. То есть здесь каждый для себя сам решает, но мне кажется, самое простое это просто обращаться к историческим данным и сравнивать. Понял, принял, спасибо. Ну, еще тогда, когда расшифровываем, вы поймите, что это не столько вот терзаю вас, сколько хочу вытащить пользу. Это хорошо, мне даже самому интересно расшифровывать свои же ответы, потому что вроде как иногда думаешь, ага, все понятно, но когда начинаешь объяснять себе даже самому, появляются какие-то новые, интересные вещи. тогда я еще позанутичу, тут во втором пункте ориентированность на человека, а не на процесс. Не хитрость ли тут в формулировке, потому что человек у нас, существо процессное, постоянно меняющееся, если мы ориентируемся на человека, то по сути мы на тот же самый процесс и ориентируемся, постоянные изменения. Или вы имели в виду что-то иное, ориентированность. Да, давайте тоже я более как-то спущусь к какому-то примеру, наверное, потому что фраза общая вроде как и неплохо звучит, но, наверное, да, может быть непонятно. Я говорил о том, и сейчас говорю о том, что мне важно состояние людей, с кем я работаю. Если рядом со мной команда несчастливых людей, то, скорее всего, процесс работы таких людей будет не совсем тот, который я бы хотел получить. И в процессах, которые мы создаем, в моей организации, даже на тренингах, на каких-то там моих мероприятиях, я пытаюсь, не всегда получается, но я хотя бы пытаюсь сделать постоянный срез состояния людей, которые со мной находятся. Разными методами, но для меня важно понимать, насколько людям комфортно, насколько они хорошо себя чувствуют, насколько им есть смысл вообще делать то, что мы делаем. И вот здесь я как раз имел, что я хочу смотреть на людей в первую очередь, немного больше у меня желания смотреть на людей, на то, как им вообще сейчас, и на себя самого в первую очередь, потому что оно же все зеркально. И для меня это важнее, чем сам процесс. Процесс потом сам построится. Можно, в конце концов, научить этих людей, с кем ты работаешь, если они чего-то не знают. И процесс можно с нуля выстраивать, потом ломать, выстраивать заново, редактировать. Но мне кажется, если база в виде, назовем это, состояния человека не готова, или что-то с ним не так, то процесс построить или невозможно, или очень сложно. Но будучи ориентированным на людей, вы же все равно выстраиваете процессы? Конечно. То есть, ну, вы помните, да, что... Конечно, да, да. Это как и моя любимая из моей темы социального руководительства, моя любимая, как это, миф, мой любимый миф о том, что социальный бизнес не может приносить деньги. Нельзя зарабатывать деньги с помощью социального бизнеса, потому что он будет несоциальным. Это огромный миф на самом деле. И люди свято верят в то, что если ты пытаешься заработать денег, то ты сволочь. Для тебя не так важна социальная ценность, как ты об этом говоришь. Но это миф, еще раз повторю, потому что одно другому не противоречит. Нам всем деньги нужны просто, чтобы жить. Это логика прямая. И люди, которые заявляют, что для них это неважно, мне кажется, они очень часто лукавят. И просто не договаривают всего, потому что, мне кажется, это очень глупо, такие вещи говорить. Это противоречит вообще каким-то естественным принципам жизни в мире сегодня. Договор. И третье, вы сказали, интеграция, междисциплинарность. Это перекликается с понятием универсального человека? Отчасти да, отчасти да. И, конечно, мне это близко. Мне все на свете интересно. Я постоянно учусь. Я в этом процессе никогда не останавливаюсь. С одной стороны. Но с другой стороны, если мы вернемся к процессу, то процесс может быть дополнен не только развитием тебя, как личности, но и другими людьми, у которых есть другие компетенции, другой опыт. И здесь как бы с двух сторон эту тему можно осветить. Со стороны своего личностного развития, что можно разные штуки изучать, и это будет полезно. Так и со стороны привлечения, опять-таки, людей в процесс, у которых есть разные опыты. А выдающихся результатов в чем вы достигли или планируете достичь, если уже опираться на эти три ценности, они четко связаны с тем, что вы делаете? С результатом, если называть, что вы это могу сказать? Ну, как-то очень нескромно мне саму говорить о своих результатах как выдающихся. Я могу сказать просто об опыте, могу сказать о опыте, которым я сам горжусь. Вот так я могу сказать, что мне что-то удалось. И да, пожалуй, во всех вещах, которыми я горжусь, присутствовали все эти три ценности, о которых я говорю. Начнем с банального. Моя диссертация. Это, пожалуй, в Украине часто звучит не как достижение, а как даже что-то негативное. Но в моем случае я этим исследованием горжусь. Я могу об этом всем рассказывать. Я опубликовал книгу по результатам исследований. То есть здесь я не хочу и не могу лукавить, что что-то было сделано нечестно. Это было действительно исследование, действительно наука, которой я теперь могу гордиться. Я очень горжусь тем, что я являюсь одним из тех, кто в Украине развивает, продвигает тему социального предпринимательства. Я искренне верю, что это в мире происходит, и которые также необходимо внедрять в нашем обществе. И мне на самом деле очень приятно видеть результаты, когда появляются новые предприниматели социальные, когда создаются новые структуры, когда я вижу, что организации меняют фокус своей деятельности в сторону социального предпринимательства. И таких результатов уже, я думаю, за сотню, которые можно пересчитать на конкретных каких-то кейсах. Сейчас проект, который я делаю, я им тоже безумно горжусь, потому что мы запустили программу о подготовке тренеров по социальному предпринимательству. Когда я начал эту тему продвигать в Украине, я обнаружил, что людей, которые это умеют делать хорошо и качественно, не так уж много в Украине. И у меня было такое сильное стремление, и хорошо, что у нас есть те, кто меня поддержал. Я это не сам, конечно же, делаю. Целый ряд организаций и людей, которые идут со мной. Но сама программа, вот тоже я и горжусь, можно сегодня уже сказать. Мы действительно подготовили 14 сегодня человек, которых я могу называть тренерами по социальному предпринимательству. Ну, например, вот. Несколько кейсов. Тогда сам я понял. Браво. Ну, лично мои аплодисменты, потому что я давно наблюдаю за тем, как вы преподаете, и наблюдаю за рядом выпускников, среди которых, как я уже говорил, в прошлой нашей беседе, есть не социальные предприниматели, которые себя таковыми все равно продолжают называть. Впрочем, вы обозначили четкую причину. Скорее всего, это люди, которые лукавят, скрывая, что им нужны деньги. И может быть, именно поэтому, это мое уже мнение, может быть, именно поэтому у них-то и не очень складывается с бизнесом, но очень складывается с активизмом. Таким социальным активизмом. И, да, они тоже заметны, но действительно не стоит, тогда дам совет для будущих господ и дам, которые собираются получать образование, не смешивать социальное предпринимательство и социальный активизм. И то, и то хорошая вещь, просто не нужно подменить поднятие. А ценности, которые ваши личные, они идут в непосредственное предпринимательство? Мой же ответ – да. Возможно, чуть больше я бы расшифровал сейчас вот этот, смотрите, последний кейс с программы по подготовке тренеров. Ведь, насколько я помню, было все буквально просто. Кадровый голод, потому что у вас самого был кадровый голод. Вы понимали, что запросов идет много. Поправьте, если я не прав, если это не самая основная причина. Да, да, все так. Запросов было действительно много. Отвечать на эти запросы было необходимо. Это касалось образования и конкретно решения конкретных кейсов. И нужны были грамотно подготовленные люди в этой стране для того, чтобы дальше расцветало. Все-таки социальное предпринимательство первым вопросом пришел клиент, говорит, я хочу, чтобы у меня был социальный бизнес. Консультируйте меня. С чего начинаем? Я начал бы даже не с этого. Я начал бы даже с того, что сегодня, к сожалению, в Украине рынка консультирования по социальному бизнесу практически нет. Очень мало людей приходят реально и говорят, как вы сказали. Почему вопрос открытый и хороший? Наверное, потому что еще не достаточно масштаба мы создали в нашей теме в Украине. Но если такой человек все-таки приходит... У меня было несколько случаев, когда это случалось. Если такой человек приходит, то нужно апеллировать то, с чего мы начали. Апеллировать тому, с чего мы начали. Апеллировать к ценностям. Я пытаюсь сразу разобраться, а из какой же сферы человек пришел в эту тему. И вариантов обычно... Основных вариантов два. Может быть, больше. Но это или человек из бизнеса, который разбирается в том, как создать предприятие, как не зарабатывать деньги. То, что касается принимательства обычного, ему уже близко. И почему-то этому человеку стала интересна тема социального бизнеса. Причин тоже может быть много, но такому человеку нужно показать, почему социальное ему тоже будет выгодно, и как эту социальную цену создавать, и самое главное, как ее измерять, как ее считать. Вот тоже с KPI начали. Но это тоже ключевое, что делает социальный бизнес сильным. Это измеримость результатов деятельности. Потому что посчитать деньги, посчитать прибыль, рентабельность умеют уже все. А посчитать социальный эффект далеко не все. И здесь есть, конечно, ряд сложностей, связанных с тем, что специфика работы каждого такого социального бизнеса, она отличается. И подходы к измерению тоже будут отличаться. Но это не значит, что не нужно этим заниматься. И второй вариант, второй вариант человека, который может прийти с такой просьбой, это представитель нашего любимого общественного сектора, представители общественной организации, тоже, наверное, даже чаще, чем представители бизнеса, обращаются с такими просьбами или с таким намерением. Так вот, этих ребят нужно учить бизнесу. И работы намного больше, чем с теми, кто пришел из бизнеса, потому что просто живя на гранты, подавая заявки на грантовые проекты, формируются навыки, конечно, безусловно, но не те навыки, которые помогают предпринимателю выживать и развиваться. Это немножко другая сфера жизни. И здесь нужно делать сильный, очень акцент на бизнес-скиллах, на том, что тебе нужно знать и уметь, чтобы создать устойчивый бизнес, который сможет сам себя окупать, а не жить постоянно на грант, и если деньги закончились, писать новый проект. Это не метод, которым должен руководствоваться социальный бизнес. Ну вот такие, пожалуй, два основных варианта захода в эту сферу сегодня. Я так помню, что вы же учились в Штатах в том числе. Я работал в Штатах по программе ФУБРЭТа. Я поехал как приглашенный исследователь для того, чтобы в Украину привести курс по социальному обиду и понимательству, потому что на то время таких курсов практически не было еще. Так вот, я чего хочу понять. Как в Соединенных Штатах Америки с кейсами, да, и кто... Вы привели просто два украинских примера обращения, кто приходит за знаниями. Что в Штатах? В Штатах, ну, во-первых, сама история развития темы, она, конечно же, больше, чем у нас. Но в Штатах, что я заметил, и заметил с интересной стороны, это студенты. Я в университете работал и был в разных университетах по работе. И я наблюдал то, что, учаясь в бизнес-школах, студенты американские всерьез задумываются, и их, ну, где-то уже около половины тех, кто учится в бизнес-школе, задумываются о том, чтобы после окончания университета запускать именно социальный бизнес. Причины, которые они вызывают, они звучат тоже очень интересно. Они говорят о том, что обычный бизнес – это уже скучно, с возможностями, которые есть в Штатах, это дешевые кредиты, если ты обанкротился, то ничего страшного. Ну, то есть найти ресурс под обычный бизнес в Штатах – это не такая большая проблема, скажем так. Ну, и вызовы, которые решают социальный бизнес, они намного больше и шире, и это просто интереснее делать, потому что проблем нерешенных не только в Украине, но и в мире тысячи и сотни тысяч даже. И, соответственно, вызовов, с которыми можно встречаться, выбирая такое направление своей работы, тоже очень много, и можно выбирать вообще из огромного спектра вариантов, что же мы будем делать. Ну, поэтому здесь такая мотивация срабатывает, я бы назвал ее интересом в Америке, к этой сфере деятельности. И мне кажется, это вообще базовая мотивация любого человека делать что-либо, интерес. Если копать глубоко, то я вот сам для себя спускаюсь к такому фактору. Но вы же можете это в качестве предложения не обязательно отвечать сейчас. Вы же можете позвать целую группу американских студентов выйти на рынок Украины. здесь, обещаю, им будет весело. Здесь есть ряд вопросов, несколько сотен социальных задач, которые можно решать с помощью устроения бизнеса. Кроме того, если действительно в Штатах построить бизнес для них будет понятно уже как, то в Украине не может столкнуться с целым рядом вопросов, которые действительно сделают их сильнее. Поэтому добро пожаловать. У нас же есть идея сразу. Вот вы прекрасное место в Днепре создали, супер комьюнити думающих людей, университет открытый. Я безумно люблю вас и то, что вы качественные и правильные эксперименты в образовании. и я тоже вас считаю социальным предпринимателем. Тогда у меня к вам вопрос. Как мы можем такую работу, возможно, настроить и что вы бы хотели от таких студентов? Потому что выход на них есть, это не проблема. Что вам нужно как организации, чтобы это все сработало? И может быть, что вам нужно персонально, чтобы такое взаимодействие вы попробовали настроить? Сейчас ваш вопрос безусловно хороший, напоминает мне шахматную партию, где я сделал отличный ход, но мой партнер реагировал тоже очень быстро и сразу нажал часы. И теперь я в свое время думаю, я вам предложил задачу решать. Я готов ее решать тоже. Ответ на вопрос, как мы это сделаем? Мы пишем, приглашаем, предлагаем, инфраструктура готова, количество менторов готова в самой бизнес-школе. Наши выпускники уже, которые получили образование, будут с радостью проходить интернатуру совместно с такими американскими выпускниками бизнес-школ. Вопрос затратной части, я думаю, несравнимо с тем, то есть вопрос там проживания и бытовые райдеры, давайте их назовем, бытовые райдеры в данном случае для американцев будут ниже, чем если бы мы это делали в Штатах. Поэтому этот вопрос можно решить. И тут начинается, да, действительно, ряд деталей. Поэтому, слушайте, ну если все готово, то мы можем просто эту программу сейчас сделать с бета-версией. Тем более, что вот я наблюдаю активный мост Франция-Украина, Франция-Днепр в частности, вот этот момент. И такие группы уже существуют, постоянно находятся, например, французские архитекторы, которые решают конкретные украинские кейсы. Совместно с выпускниками архитектурных вузов Франции, совместно с выпускниками архитектурного архитектурного вуза Украины решать конкретные кейсы. То есть, правда, это не стол работы, это сложные кейсы, которые нужно решить вместе. Это интересно. Таким бы можно сделать. Я поставил себе на заметку вопрос, чтобы не в эфире решать. Все-таки выношу за рамки. Здесь мне хочется подчеркнуть, что то, что сейчас случилось между нами, это очень тоже классно входит в определение социального бизнеса. И интересно то, что об этом мало авторов пишет, но мне кажется, это тоже ключ к пониманию нашей с вами темы и категории. В словосочетании социальное предпринимательство первое слово как раз социальный. А базовое значение слова социальный это общение и коммуникация. И вот такие коллаборации, как на примере нашей сейчас, они как раз и формируют развитие темы в мире и даже на международном уровне если проект такого взаимодействия мы сможем развить, то это было бы очень-очень круто. Так. Очень интересная, кстати, история. Мне не встречалось подобное предложение в Украине. Но цена встречается по отношению к зрелым бизнесам. Да, все заинтересованы в каких-то зарубежных инвестициях, которые будут заведены в страну. А в данном случае речь не столько о финансах, хотя это будет целью создать финансовый поток уже на территории Украины, но речь о том, чтобы была очень интересная коллаборация двух сильных групп выпускников разных бизнес-школ. уже вот в этом лежит интерес построения такой бизнес-среды. Вопрос у меня. Давайте. Берем упражнения. Так. Берем три года. Берем постиндустриальный город. Вы знаете несколько в Украине, например, что вы, как горожанин, должны увидеть в течение трех лет, чтобы понять, что город растет в правильном направлении? Ну, мне, как и всем обычным и вообще всем людям в нашей стране, очень сильно не хватает нормальных дорог, инфраструктуры, связей между городами и даже внутри одного города бывают связи логистические и плохо настроенные. Но это очень банальный ответ, и не хочется в него скатываться. Я придумал ответ получше, который для меня на самом деле даже важнее. Я в городе хотел бы видеть передачу ответственности за благосостояние и за то, что происходит на улице. и даже выходя из квартиры в подъезде передачу этой ответственности людям. Когда я пойму, что в этом городе каждый, ну или хотя бы большинство, масса критическая, людей берут на себя ответственность за то, что происходит на улице и вокруг, мне кажется, это будет означать сильное развитие инфраструктурное, потому что взятие такой ответственности автоматически означает создание каких-то локаций, каких-то ивентов, каких-то опять-таки коллабораций. И вот здесь, мне кажется, ключ к развитию, а именно в количестве людей, которые задействованы в усовершенствовании среды, городской среды. Так, то есть вы видите конкретно, вот я спрашиваю там, как мы можем конкретным штукам понять, что город растёт. Первое, улучшающаяся инфраструктура, без расшифровки сейчас, но это реально экономит время и не раздражает в быту, понятные следствия, да? И вы видите число неких сообществ, они публичные, которые, вы видите, приводят город в порядок и делают это регулярно, то есть это не разовый ивент по уборке мусора или посадке деревьев или открытие городской сцены, а регулярные действия, видимо, это сообщество ещё должно какую-то иметь чёткую структуру. Вот здесь в этом случае как раз пример общественных организаций, о которых мы говорили раньше, отлично вписывается, но почему общественная организация не может быть тем же социальным бизнесом, например, это тоже в условиях нашего законодательства сегодня вполне возможно. И да, количество таких общественных организаций или любой в принципе формы, оргформы, которые занимаются развитием города, инфраструктуры, каких-то локаций, организации мероприятий, это всё будет очень сильно способствовать общей картинке того, что город развивается. Театр. Я просто третий пункт за вас не могу придумать. Моя версия театр, ваша? Культура, ну давайте шире возьмем. Театр это одно из направлений, которые могут быть поддержаны культурным направлением. Но тоже культурное направление опять-таки возможно будет входить в активности каких-то организаций. И, кстати, культура это тоже одно из направлений работы социального предпринимательства. Это тоже сложно померить, но, тем не менее, развитие всего, что связано с искусством, какие-то арт-объекты, какие-то выступления, перформансы, музеи, это все имеет очень большое значение. Тут я опасаюсь следующего. Если мы берем постиндустриальный город, то количество образованных людей в сфере культуры в нем явно критически мало. для того, чтобы появились культурные объекты действительно достойные, а не случайные. Под случайными я подразумеваю иногда плохо считываемые культурные коды, современное искусство определенного рода, которое, может быть, даже иногда неприятно, хотя оно и скрывает определенную социальную проблему. Просто неприятно эстетически. музыка не наслаживает этот перформанс, выглядит дико. Это вещи, которые я бы не назвал вечными какими-то историями. В общем, возвращаясь, если у нас в постиндустриальных городах критически мало людей образованных, хорошо образованных как культурные менеджеры, то и создавать серьезные культурные центры не будет. Почему я говорил про театр? Это понятная конкретно измеримая вещь, которая сложно создается, но за три года, если она появляется в неком постиндустриальном городе, для меня это сигнал, что город растет. То есть тут как раз так. Если, например, культурный хаб, не хочу показывать пальцами, за три года появился в городе, значит, есть определенная группа людей, значит, есть определенные финансы, значит, есть определенные проектный менеджмент для того, чтобы появилась конкретная инфраструктура, у нее появился конкретный календарь, тут уже дальше пошли конкретные события, ну и так далее. То есть, там, культурный хаб, театр тоже может стать культурным хабом, кампус, определенный, давайте, архитектурный кампус, или вот гончарный кампус сейчас, в городе, в котором я живу, сейчас гончарный кампус потрясающий появился, в котором проходит очень много всего интересного, но изначально это гончарная мастерская. Сергей Горбань, я имею в виду сейчас. То есть, мы так сейчас вместе позавсуждали, в принципе, третий пункт напомнили, для меня это очень важно, потому что это входит в программу развития города, до которой я пишу. Я могу еще откомментировать по поводу количества людей, образованных в этой сфере. Я, во-первых, согласен, а во-вторых, мне кажется, решением этого может быть создание некого культурного кода и достаточно небольшой группы людей, которая бы имела полномочия создавать, назовем их, каталоги вот этих культурных направлений, которые существуют в городе. Мое убеждение, что искусство субъективно, то есть оценить, насколько это хорошо или плохо, можно попробовать, но это совершенно бездарное, мне кажется, занятие. Вопрос другой, вопрос в том, что эти все культурные события или культурные какие-то объекты, их, скорее всего, нужно правильно группировать, чтобы одно с другим не противоречило. И таким образом будут являться хабы какие-то по гончарному делу, какие-то хабы по созданию, написанию картин, театральные какие-то вещи. Если это все будет объединено в какие-то кластеры, назовем их, тогда противоречия не будет. Человек, попадая в среду театралов, будет иметь возможность выбирать. Вот там такая школа есть, там такое направление. Вот эти совсем новички, еще не разбираются, но, может быть, у них тоже что-то есть. И вот здесь, мне кажется, нужно совсем немножко менеджмента где-то вот сверху для того, чтобы создавать вот эти каталоги направлений культурных и направлять ребят в соответствующий каталог, которые будут хотеть что-то делать в этой сфере. Вот вам отличный бизнес, каталоги культурных направлений. Да, как вариант. Я иногда даже опасаюсь при всем уважении к ряду хороших как они называются, социальные организации, общественные организации. Я иногда опасаюсь именно им давать или просить или предлагать решение подобных задач, как, например, создать каталог, хотя бы один каталог одного культурного направления. Я бы это лучше отдавал в руки проектных менеджеров и предпринимателей конкретно. Согласен. Это довольно структурная работа, которая требует намного больше навыков, чем создание какого-то объекта одного или создание нескольких проектов даже. Здесь нужен подход более системный. Вот. А если они возьмутся этим заниматься, их будет интересоваться зачем? То есть, кроме того, что у них, да, есть желание, сейчас же много, вот, в постиндустриальных городах много волонтерских групп, которые, на самом деле, не афишируют себя, очень большие проекты делают. Например, дизайн-код города Днепр сделан потрясающей группой волонтеров, они об этом не особо рассказывали. Сейчас уже по этому дизайн-коду чистятся фасады, город превращается в конфету просто. Нормально, приличный, современный европейский город, можно ожидать через три года, благодаря определенному гайду, созданной частной группой волонтеров, которых вообще никто не пинал это делать. Но вот если бы они не были бизнесмены, они собственники компаний, действующие дизайнеры, если бы они таковыми не были, начали бы с того, что создали БГО, которое бы получило грант на создание, например, я боюсь, что мы бы не получили очень четкого структурного документа, который, между прочим, что немаловажно, после создания еженедельно апдейтиться, потому что создавали люди, которые сами же им пользуются. Хороший срез настоящего вы сделали, но если посмотреть, попробовать посмотреть на то, как бы я хотел, чтобы это происходило, я бы хотел, чтобы вот те самые люди с предпринимательским мышлением, с навыками и системным подходом использовали свои возможности бизнесовые, волонтерские, но и написали грант, потому что грант все равно кому-то будет предоставлен. И если он будет предоставлен людям, которые имеют больше компетенции и опыта и возможностей сделать что-то качественно, то будет совсем замечательно. Поэтому я за то, чтобы эти две сферы наши как-то стали переплетаться больше, чем сегодня. И тогда результат будет намного лучше. Не нужно грантов бояться, нужно их брать, но опять-таки понимая, что реально ты будешь делать, зачем, как, с кем и для кого. Добро передам. Вопрос. Вы книги какие последние читали, чтобы порекомендовать на тему социального предпринимательства? Это очень-очень важно, потому что их недостаток большой, на русском, на украинском языке вообще очень-очень мало. Что рекомендуете, пожалуйста? Нам повезло, я сижу на фоне своей библиотеки, я даже покажу. Я две покажу, одну украинскую, как бы не скромно, но вот книгу мы написали с ребятами про социальное предпринимательство. Еще один проект, которым я горжусь, это, пожалуй, первое украиноязычное издание, ну, не первое, хорошо, одно из первых, которое тему социального бизнеса как-то пытается системно рассмотреть. И это не только я, здесь несколько авторов, но работа получилась довольно качественная, она бесплатно распространяется, PDF есть на сайте фонда Восточной Европы. А книгу я еще порекомендую англоязычную, ее здесь за мной нет, потому что я оставил в другом месте, я посоветую Мухаммеда Юнуса. Это такой классик, назовем его, развитие темы социального бизнеса, он очень много сегодня ездит по миру, ну, тоже проповедует в кавычках эту тему, и написал несколько книг, можно, в принципе, брать любую, а не о том, как меняется мир и как мы можем поспособствовать этим изменениям качественно через тему социального бизнеса. Есть контакт, спасибо огромное, это важно. по поводу дизайн-мышления хотел спросить, потому что я знаю, что вы очень-очень любите не само словосочетание только, а подходит, я люблю подходит, разбираетесь, что за ним стоит. Давайте коснемся этого вопроса, потому что многие произносят, так, чтобы это, это, не люблю, когда становится трендом, то, в чем люди не очень разбираются, но очень люблю, когда они в этом разбираются. Ну, поскольку у нас реализация и грамотный эксперт в эфире, пожалуйста, дизайн-мышление для предпринимателя, не для дизайнера уже, это что? Давайте сделаем так, я от себя скажу, а вы потом от себя скажете, потому что это такая тема, где разные мнения имеют место быть и разные фразы, описания одного и того же, вот, одной и той же концепции могут помочь нашему зрителю или слушателю в восприятии темы. Действительно, тема сегодня трендовая, много воркшопов, семинаров в Украине, хорошо продаются, и, ну, такой сильный-сильный тренд пошел, но на самом деле тема довольно старая, другое дело, что, ну, называть ее так стали не так давно, но дизайн-мышление для меня о том, в первую очередь, а мы используем этот инструмент, на тренингах по социальному бизнесу, для стартапов он отлично подходит. Так вот, для меня этот метод в том заключается, что ты не считаешь, что ты самый умный и ты лучше остальных знаешь, что нужно покупателю твоего продукта или услуги, да, а ты идешь и реально спрашиваешь. Дизайн-мышление как методология это пять этапов. Этап первый это эмпатия, и когда этот метод объясняют, то очень простой тоже инструмент используют, это проведение интервью с потенциальными клиентами, или если мы говорим о социальном бизнесе, проведение интервью для того, чтобы выявить социальную проблему, потому что наше представление о социальных проблемах, которые мы хотим решить, может очень сильно отличаться от представления массы людей, которые обитают в том или ином пространстве, да, и вот чтобы не было таких сильных заблуждений, и чтобы потом не тратить время и деньги понапрасну, мы используем такой подход, что ты реально идешь к людям и в диалоге, в разговоре с открытыми вопросами, не ставя вопросы, да, нет, не наводя их на ответы, а здесь метод поиска каких-то персональных историй, то есть нужно вывести людей на то, чтобы они не делились своей жизнью, и таким образом мы выводим наших участников тренинга или любого процесса, где этот инструмент используется, на социальную проблему, если мы говорим о социальном бизнесе, но это еще не все, там в процессе есть еще такой интересный этап, как прототипирование, и он очень классно в то же время вписывается в наши стартапы, и в наш процесс создания предприятия, когда ты не вкладываешь деньги в производство сразу, и не пытаешься захватить рынок, а ты создаешь дешевую версию твоего продукта или услуги, и опять выходишь на улицу, опять выходишь к людям, которые потенциально будут твоими клиентами, и пытаешься это продать, для того, чтобы понять, есть ли спрос, и тоже собирая обратную связь, для того, чтобы понять, что нужно изменить, улучшить, может быть, вообще в мусорник отправить этот прототип, и здесь тоже большой-большой, мне кажется, ключ к успеху, это немножко отказаться от своего собственного эго, и от своей уверенности, что я знаю, как лучше, я знаю, какая есть проблема, я знаю, как ее решить, я знаю, что этот продукт будет хорошо продаваться, но ты реально идешь и спрашиваешь, ты реально идешь и общаешься с людьми, это может быть, может быть, не только ты, но твоя команда идут и проводят такое исследование в полях, назовем его, для того, чтобы протестировать, насколько хорошо мы понимаем, с чем работаем, и насколько хорошим является наше предложение для решения той или иной проблемы. Ну вот, это то, как я это понимаю. А вы? Нет от поиска персональных историй. Я под мышлением вообще, еще до слова дизайнер, подразумеваю ежедневный ответ на вопрос, зачем, и так же, как если бы вы вознамерились написать книгу, а мы с вами оба понимаем, что книг написано очень много, сильных, мудрых книг, и зачастую есть шанс только у художественной книги рассказать нечто новое, просто потому, что форма рассказа будет некая новая история, хотя и там мы оба тоже понимаем, слишком много сюжетов уже написано, найдено, создать какой-то новый. А проблематику, которую будет решать автор, когда пишет книгу, повторю, художественную, проблематику он будет решать, которая волнует лично его. Вот так же и с бизнесом я сравниваю это с написанием книги. До того, как ты начинаешь просто изливаться на странице, думая, что потом, конечно, эту книгу будут читать обязательно миллионы, то есть ты ставишь для себя какие-то очень амбициозные цели, а потом в итоге книга выходит и пылится на полках, потому что она не решает никакую конкретную задачу, или она просто дублирует еще десятки написанных книг. Это значит, что вы не точно ответили на вопрос зачем и не очень хорошо понимаете себе, кто же этот читатель. С бизнесом недавно я спрашивал у своего собеседника, слушай, ну, может все-таки как-то остановить поток, пофантазируем, как-то остановить поток созданных бесполезных изобретений, открытых компаний, этих стартап-команд, которые обязательно утверждают, что их изобретение решит вопросы человечества. На самом деле, это еще один хороший таск-менеджер, еще один хороший календарь, еще один хороший развлекательное приложение. Оно хорошее, оно еще одно. И, может, хватит плодить уже, потому что заполонен же рынок. Единственный ответ, который мне понравился здесь в ответ, что мне, что пусть тренируются, там все равно нужно тренироваться, и раз уж для этого существует рынок, и человечество договорилось, что, ну, можно безлимитно создавать бизнесы, то на своем уровне мышления данные предприниматели способны вывести на рынок вот такой-то продукт. Но, вернусь к, если вы обладаете не просто мышлением, а еще дизайн-мышлением, то вы как раз позаботитесь о мире и о рынке, прежде чем будете выводить туда продукт. Позаботитесь о том, чтобы не создать пустышку. И каждый раз, когда в бизнес-школах обсуждаются стратегии выхода, создал компанию, быстро продал. Создал следующую компанию, у нее короткий срок жизни ради накопления первичного капитала, который я, на самом деле, вложу уже дальше в идею, в которую действительно страстно верю. И когда такие пути в принципе рассматриваются, для меня это грустно. Хотя, казалось бы, если отбросить эмоции, ну, все здорово, накопление первичного капитала, четкая стратегия выхода. Компании ради продаж создаются иначе еще многие. я бы порекомендовал видеть, перед тем, как вы создаете свой бизнес, если вы действительно дизайнер, вот в моем понимании слово дизайнер с большой буквы Д, это уровень да винчи, например, мыслите о том, чтобы ваше изобретение, а ваш бизнес это ваше изобретение, то, что он производит, ваше изобретение, послужило на три поколения вперед. Даже если вы перестанете ярко и красиво рассказывать в рекламе, что это изобретение классное, конкретно с помощью личного бренда его продвигать, вот вы умерли, сможет ли это изобретение остаться на рынке еще два поколения? Если об этом подумаете, очень может быть, что вы перераспределите усилия, пересмотрите ресурсы, пересмотрите, какие люди в команду нужны, пересмотрите первые шаги, которые будете совершать. даже пересмотрите количество первых клиентов в заданную единицу времени, с которыми вы вот тут уже к вам амперирую, будете взаимодействовать, сделав прототип, например. Все, я не буду больше говорить, потому что это превращается в лекцию. Спасибо за встречный вопрос. Для меня эта тема глубокая. Хотел просто обратить внимание, как минимум, что открытым университетом, когда юзер-экспириенс, просто юзер-экспириенс программа шла, 70% обучающихся взрослых людей это были предприниматели, действующие бизнесмены, а не дизайнеры, которые создают, например, диджитал продукт, приложение или сайты. Это хорошо, хороший тренд. Будем его продолжать. Отслежу, через год еще расскажу. У меня больше согласны, чем не согласны. Да, согласен полностью. Как я и говорил, другая перспектива на ту же тему. По-моему, мы друг друга отлично дополнили. Про деньги. Так, интересно. Вы сегодня говорили, что я не знаю, точную формулировку, не надо стесняться, грантов это было, а перед этим вы говорили, что мы не кривя душой, мы наоборот ставим целью создания денег, когда создаем социально ориентированный бизнес. Мне недавно, дорогой мой товарищ Олесь Манюк, это Тай Цзэй 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 практик, просил не называть его мастером, хотя он в этой традиции уже 20 лет, и у него есть свои ученики. Он мне такую привез фразу из Китая, ее сказал мастер Да Лян, фраза звучит так, деньги это корень неба, причем поясню, это не просто фраза, некий афоризм, это буквальный перевод слова деньги с китайского языка на русский, деньги суть корень неба, то есть они не говорят деньги, они говорят корень неба, имеется в виду не монеты, а некий кэшлоу. А давайте вот об этом поразмыслим, потому что мы оба понимаем, что азиатские страны, кроме источника мудрости, еще невероятно богаты, хотя для нас, западных людей, они довольно скрытны, то есть раскусить не так просто, распонять, и понятно, что когда ты хочешь погрузиться в какую-то культуру, да, они очень богаты, богатые, изобильные, системные азиатские страны, мы прекрасно это видим, результаты по крайней мере, видим продукты, которые создали, мы видим, как шпарит китайская экономика, японская экономика, корейцы, можем дальше, да, даже вот ближайшие соседи казахи, поэтому если деньги это корень неба, это некая, не видится, вот святыня такая интересная, как вы я сам зависаю, потому что настолько иногда в словах зашит мощный, очень мощный глубокий смысл, когда ты начинаешь туда внутрь погружаться, меняется практически парадигмом мышления, я бы вот этот корень неба отправил как посылку всем социальным предпринимателям, чтобы они поразмышляли над семантикой, не только на том языке, на котором они разговаривают, а специально взяли бы и выписали еще ряд языков, на которых они не говорят, поискав там ответ на вопрос «зачем же я создаю свой бизнес?» потому что все равно будет два ответа, для того, чтобы создать деньги, для того, чтобы решить социальный вопрос. что для вас деньги, что вы с ними будете делать в ближайшее время, то есть как вы инвестируете, возможно, эти деньги, реинвестируете, что происходит, как вы с этим предметом обращаетесь? Так, очень-очень многогранный вопрос. Интересно исследовать реально культуры азиатских стран. Еще из китайского, что я интересного знаю, что у них определение, два слова, вопрос и проблема имеют одно слово в китайском языке, то есть для них каждая проблема это по сути просто вопрос, на который можно найти ответ. У них нет отношения к этому слову, которое у нас формируется, что проблема это что-то ужасное и что нужно впадать в какие-то паники или в стрессовые ситуации, потому что есть проблема. Для китайцев проблема это просто вопрос, поэтому действительно отношение ко многим базовым вещам в той культуре сильно отличается от нашего. Теперь про меня. как сказал вопрос довольно такой имеет много наслоений. Для меня деньги в первую очередь это свобода и возможности делать то, что я хочу делать. Очень интересно и мне кажется в моей сфере из того, что я в последнее время замечаю, что очень интересно формируется цена на услуги эксперта, на услугу, которую я предоставляю. И по сути нет потолка, кроме того, который ты сам себе ставишь. И конечно то, что ты ставишь как цену своей услуги, должно быть подкреплено чем-то. Если ты просто глупашешь там 5000 долларов за час консультации, наверное кто-то подкрутит у виска и наверное все. Но зависит от того какая у тебя есть экспертиза и какой у тебя есть опыт. Я подозреваю, что кто-то даже в Украине такой ценник может поставить за услуги, которые например я даю. Здесь скорее для меня интерес эта тема имеет в том, насколько ты сам себя можешь оценить. И здесь действительно то, с чего я начинал с развития, для меня корреляция прямая. И деньги это такой вот KPI то, о чем мы говорили с вами KPI твоего развития. Чем дальше ты смог продвинуться, тем соответственно больше ты можешь зарабатывать, делая работу примерно в одинаково каких-то временных рамках. То есть фреймворк остается, но на выхлопе ресурса получается больше. и хороший индикатор для меня деньги, насколько я продвигаюсь в каких-то своих поисках, вопросах и решениях, самое главное для этих вопросов. Ну, а как распоряжаюсь? Да, ничего особенного, пожалуй, привычка, которую я выработал, и которая для меня отлично работает, и которую я могу советовать, это делать сбережения. из денег, которые я получаю, я обязательно какой-то процент сохраняю, потому что ситуации есть разные. Ну, банальный пример, вот сфера, в которой я работаю, образование, август месяц, обычно месяц, когда очень мало работы, заказов, почему-то люди тут считают меньше учиться в августе, чем в любой другой месяц в году. Наверное, хочется отдыхать, хочется расслабиться. И тоже был какой-то период, когда я это еще не понимал, и поэтому я постепенно приходил к тем же сбережениям. И теперь эти месяцы проходят спокойно, потому что я просто что-то стал больше понимать и практиковать. Ну, да, в первую очередь деньги — это какой-то ресурс. Я не циклюсь на деньгах. Для меня первоочередное для меня всегда первоочередное — это мой личный интерес и мой личный вызов и тоже развитие. Опять к нему возвращаемся. и часто беру работу, где меньше потенциально тех же денег, чем могло бы быть, если бы я взял другой проект, который для меня менее интересен. И ну, вы знаете, пока работает отлично. И когда мне интересно, когда я вкладываю в проект или в какую-то работу себя больше, то результаты получаются качественнее. И потом это все легко трансформируется в те же деньги. Поэтому для меня какие-то ответы уже давно получены. Делай то, что любишь, и результаты такой работы будут в разы сильнее, чем если ты будешь делать то, что тебе не нравится. А это, в свою очередь, трансформируется в увеличение вашего личного денежного потока. Понятно. Ну, вот сейчас у вас потрясающий период. Спасибо огромное за искренний ответ, потому что трудно отвечать на вопросы о личных финансах особенно. Даже не называя цифр, для многих этот вопрос интимный. И спасибо, это был достаточно открытый ответ. Вы сейчас находитесь на этапе, где я бы не назвал это первичным накоплением капитала, но вот очень мне понравилось слово индикатор. Вы находитесь на этапе, где деньги, прямой индикатор коррелирует с тем количеством труда и качество вашей работы, которую вы вложили в единицу времени. Вопрос о том, будет ли спустя, например, 10 лет Артем только руководить командой, которую уже создал, или наблюдать результаты своих трудов, и денежный поток будет создаваться не вашими непосредственно руками, а целой организацией, это действительно вопрос будущего. Сейчас о нем беспорезно говорить, я просто вижу, что вам искренне интересно самому и много участвовать в создании нового продукта для Украины, который я вообще считаю Голубым океаном, и слава Богу, что, да, есть мост, например, со Штатами, есть мосты с Европой, потому что там потрясающие коллеги, которые приезжают регулярно, всегда рад видеть вас всех в эфире, ну, просто мне искренне приятно, как немецкая группа подключается, столько ярких и правильных образовательных уже и событий прошло, что просто, ну, ну, кайф. Друзья, обратите внимание для тех, кто еще не знаком с деятельностью команды господина Корнецкого и начинайте, возможно, пересматривать свое мышление относительно бизнеса. Моя рекомендация перестанем плодить пустышки, потому что все равно приведет к тупику, все равно вы, либо зависнете на много-много лет вынужденные накапливать первичный капитал, это никому не интересно и скучно, поэтому давайте лучше ориентироваться на вот тех самых молодых выпускников бизнес-школ в Штатах, которые говорят, слушайте, ну, мне еще до создания бизнеса будет неинтересно заниматься им классическим образом, поэтому я найду сложную социальную проблему, посмотрю, какими ресурсами можно решать, и вот с этим вызовом человек выходит на рынок. Возможно, для Украины сейчас это будет самое оно, если где-то сто человек объявят себе этот вызов, пропишут его, круто вообще сдекларировать в открытую, мы будем рады, если вы сошлетесь на наш эфир, но это вот мой вам вызов. Делайте вызовы сами. Класс. Я в своем уже сделал, Артем Олегович тоже. Спасибо огромное за время, наш час завершен, я готовлю вопросы для следующей нашей встречи. Хорошо? Супер, спасибо, очень интересно пообщались. Спасибо огромное, светлого дня сегодня продуктивности. ОЮРАДИО ПИПЛ БИЗНЕС ЭДЮКАЙТИН